Сейчас будет гость и ролик, о котором все очень долго просили. Ну как все, не все, конечно, но очень многие мне писали, писали на почту, писали в соцсети, писали в комментарии к роликам на YouTube и особенно к ролику, который был скандальным, который был проплаченным, как вы все поняли, и с помощью которого я просто, с помощью которого я, простите, поправил там финансовые дела. Да, я, значит, во-первых, глубоко приношу свои извинения за то, что этот ролик вышел, но уже стирать его никуда не будем, потому что, не знаю, по-моему, прикольно вышло там вот 33 раз, страница открывается и вот уже 49, да, ну вот каждый понимает, как хочет. Но тем не менее, значит, я обещал, что будет серьезный разговор про результаты выборов и он будет. Что хочу сказать. Меня очень сильно отговаривали, когда я делился своими планами позвать Сергея к нам, меня отговаривали, говорили, что закроют канал, что у нас будут проблемы серьезные, что как бы в России с этим не шутят. Я все-таки пригласил Сергея, потому что я считаю, что патриотом надо быть, учитывая всю правду о наших реалиях. И вот я именно такой патриот, мне не надо лжи про то, что происходит там, мне не надо какой-то сладкой вот этой всей мути. Дайте мне правду, я к ней буду относиться так, как она есть, как, так сказать, тому, что мы наблюдаем у нас в России. Я Россию все равно люблю и никогда никуда не уеду. Вот. И кроме того, я знаю людей, которые просто прямо говорят, да, фальсификации были. И это правильно, потому что эти все слова блуды, которые все, кроме Единой России, они ничего делать не умеют и решать ничего не умеют. Поэтому правильно, что Единая Россия все решает, а уж кто знает, где там повлиять на механизм решения, тот повлияет. Есть и такая точка зрения. Соответственно, я просто, вот это такой дисклеймер, да, я просто позвал Сергея, и мы поговорим о том, где что фальсифицировано, а где что не фальсифицировано, так сказать. Оценим масштабы этих фальсификаций. В общем, будет вот такой вот серьезный разговор про выборы в России. Маткульт, привет всем! С нами по многочисленным просьбам Сергей Шпилькин, аналитик, расскажет, да, 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 о выборах и их статистике. Сергей! Спасибо, здравствуйте. Что это за облако? Так, вот я предлагаю начать с контурной карты. Представим себе, что у нас вот такая картинка. На которой нарисованы какие-то объекты в двух координатах. Ну, например, это гуси. Так. По этой, по этой, по оси Х у нас отложен рост, а по оси Y отложен вес. Вот что мы видим на этой картинке, если мы просто смотрим на нее? Вот мы наловили 100 тысяч гусей. Так. Ну, прежде всего, очевидное соотношение, что чем больше рост, тем больше вес. Да. Ну, читающиеся без каких-либо... Да, но с другой стороны мы видим, что какая-то довольно большая часть гусей, я бы сказал, что процентов 75, лежат в таком довольно плотном кластере. Да. И там вес и рост примерно одинаковые. Ну, да. Есть такой некоторый средний гусь. Вокруг него какой-то разброс. Вот. И по росту, и по весу. Да. И так рост не очень коррелирует с весом. Так чуть-чуть. Ага. Вот. А с другой стороны есть какой-то хвост таких гусей. Супер гусей, можно сказать. Да. Да. Которые из этого небольшого разброса, ну, понятно, что гусей мы ловили там в разных местах, да, но они, в принципе, это какие-то однородные предметы. То есть, это гуси, там, они бывают чуть побольше ростом, поменьше ростом, наловлены на озере, на болоте, там, ещё где-то. Вот. И есть какие-то супер гуси, которые значительно выбиваются и по росту, и по весу. То есть, есть какой-то... Ну, да. В отличие от леса, болота, там, зимы, осени и всего прочего, что уносит вклад в основное скопление гусей, на этих гусей действует какой-то мощный фактор, который, как бы, выносит их, гораздо больше действует, чем место их отлова. Радиоактивные гуси, да? Не знаю, радиоактивные или бройлерные гуси. Бройлерные гуси, да. Ну, то есть, можно было бы предположить, что это гуси, например, ну, грубо говоря, в естественной природе, а это в инкубаторах с разной степенью подкормленности. Ну, например, да. Какие-то супер гуси. Короче, есть какой-то мощный фактор, который значительно больше действует на этих гусей, чем все остальные, которые создают вот этот вот обычный естественный разброс. Так. Ну, вот вопрос, собственно, а может это не гуси? Да? Может и лебеди. А может это не гуси, может и не лебеди, да. Так, значит, что мы знаем о выборах? Да, а может быть это на самом деле про выборы. Да, да. Так вот, что мы знаем о выборах, собственно? Мы знаем, что выборы... Ну, хорошо, давайте сразу говорить про федеральные выборы, поскольку федеральные выборы прошли. На них можно смотреть на разных уровнях. Ну, во-первых, сначала можно просто посмотреть на официальный протокол. Ну, это какой-нибудь десяток или там, если результаты по округам, то, например, тысяча чисел. Ну, там, две тысячи чисел. 225 округов. 225 округов. Каждый нужно указать просто партии, да? Мы кандидатов не берем. Кандидатов нет. Ну, почему? Одномандатных. А, одномандатных берем тоже, да? Ну, какие-то тысячи чисел. Небольшие тысячи чисел. А, понятно. 5 партий. А, нет, у нас сколько? 14 партий было, да? В каждом было сколько-то кандидатов. То есть 25 где-то на 225, да? Ну, где-то 25 строчек протокола, скажем, на 225 округов. Ну, да, 5 тысяч данных. 5 тысяч. 5 тысяч. Так. Вот. Что мы еще можем? Мы можем пойти наблюдателями наблюдать. Да. Ну, таких людей где-то небольшие десятки тысяч, наверное, на всю страну. Может быть. Вопрос следующий. Значит, наблюдатели бывают очень разные. Я сам участвовал в выборах. Да. Как кандидат. Да, это интересно. В городе Севастополь. Да. И мы ходили по участкам, пользуясь правом, значит, моим посещением чего угодно во время выборов. И наблюдали наблюдателей, которые прям вообще вот ничего не делают. Они, ну, просто там болтают, сидят или там, или их просто нет. Ну, да, да. Таких можно набрать сколько угодно, да, но таких, которые пойдут действительно считать. А есть такие, которые прямо было видно, что они вот, ну, они наблюдают. Да. И вот вопрос, мы каких имеем в виду здесь под тысячами, десятками тысяч? Я думаю, что тех, которые реально наблюдают, ну, можно набрать, наверное, небольшие десятки тысяч. Это по всей стране? По всей стране, да. А участков у нас сто тысяч, грубо говоря. Ровным счетом девяносто шесть тысяч. Да. Это означает, вообще говоря, что большая львиная доля участков без реальных наблюдателей. Правильно я понимаю? Да. Да, да. И это факт. И это факт, да. Это факт жизни. Это факт, да. От этого никуда не деться, да. Так. Да, дальше у нас есть результаты по участкам. Это какие-то первые миллионы чисел, да, или десятки миллионов чисел. Вот. И они достаются почти даром. В каком-то смысле, ну, вот не всегда, но почти. Они просто в интернете, да, лежат? Они лежат в интернете, да. Не то чтобы очень хорошо доступны, но до последнего времени они были вообще легко доступны. В последний раз они были доступны не очень легко, но тоже доступны. А в этот раз они получились, да? Да, получились. Получилось их добыть. Так. Так. То есть это просто протоколы? Да, это просто протоколы, причем отцифрованные, отсканированные, оцифрованные, то есть не бумажные. Вот. И есть видеонаблюдение, которое было, точнее, до этого цикла, с 2012 года. Оно умерло в 2021 году, оно скончалось. А, сейчас его не было? Оно было, но не для всех. То есть его доступа к нему не было практически. Кстати, в Севастополе полностью был доступ, была такая, как бы, была такая комната, да, куда мы могли заходить и вызвать любой участок Севастополя в любой момент времени одним кликом. Это хорошо, да. Если знать, куда кликать. Да, и мы как раз, значит, собирали информацию, куда интересно кликать, и в нескольких местах были интересные там некие события. Хотя в основном по Севастополю, ну, как бы, кликать было не особо, все шло каким-то своим обычным чередом, и ничего такого, чтобы нас сильно возбудило, не происходило. Ну, там 2-3 места, может быть, из всех там, но по стране, видимо, что-то другое, да, можно пронаблюдать в разных местах. И увидеть разного, да. И увидеть разное, да. То есть сейчас будет вопрос о том, насколько много, да, мест, где мы увидим что-нибудь не то. Ну, даже вопрос, например, об этом, да. Но на самом деле вопрос о том, что для того, чтобы отсмотреть все видеонаблюдение за один день, нужно, грубо говоря, миллион. Да, и очевидно, что это совершенно нереально, поэтому смотреть надо то, где был сигнал какой-нибудь, да, вот, ну, такие вещи. То есть где вот поступил. Подождите, стоп, я просто хочу сказать, что существует несколько способов посмотреть на выборы, и в каком-то смысле сбор результатов по участкам, это самый дешевый способ технический. То есть сбор решается техническими средствами, массив, а потом надо просто взять этот массив чисел и в него тупить. Да, понятно. Вот, ну вот они методы, да, что мы можем, мы можем, о чем, о пользе статистики, собственно, чем полезна статистика? Да. Она полезна тем, что с ней, в общем, довольно легко собирать данные, хотя не очень понятно, как интерпретировать, и данные эти глобальные, то есть это данные по всей стране. Никакого другого способа получить данные по всей стране, кроме как итоговое число, у нас, в общем, нет. Ну, то есть есть видеонаблюдение, в которое можно как-то пытаться поглядывать, возможно, физическое наблюдение местами просто невозможно, или просто нет людей, или это очень дорого, или это далеко. Вот, одну остается статистика при нас. Да, понятно. То есть мы берем вот все эти пункты, которые доступны, и начинаем изучать данные с разных видов. Все понятно. Вот, и что в этом смысле, опять же, методы тоже друг друга в каком-то смысле дополняют. Физическое наблюдение, например, показывает наличие или отсутствие нарушений. Сидел наблюдатель, честно смотрел, все записал, ничего, все нормально. Или наоборот, все плохо. Статистика показывает масштаб. Да, вот это вот самое интересное. То есть, вот, так сказать, насколько, да, насколько. Да, это, кстати, стандартный аргумент. Много или мало. Это стандартный аргумент, кстати, ваше наблюдение, это разовое, это единичные случаи, говорят нам про физическое наблюдение. Да. Про статистику нам говорят, она вам ничего не доказывает. Она ничего не доказывает. А, я понял. Но ситуация обратная, наблюдение доказывает, а статистика оценивает. Да, понятно, да. Ну да, наблюдение это выявление конкретного случая, который может быть рассмотрен, там, даже может быть аннулирован участок конкретный. Да, потом будет сказано, что он не повлиял на результат. Да, статистика как раз оценивает, насколько он влияет на результат. Да. Видеонаблюдение, ну да, понятно. Вот, ну еще раз, этот самый слайд, по-моему, двойной. Вот, иерархия, вообще как это устроено? У нас такая избирательная система в каком-то смысле иерархическая, по крайней мере в смысле организации данных. Она, на самом деле, комиссии не считаются независимыми в этом смысле. Вот, у нас есть такое дерево из избирательных комиссий, наверху цик, потом 85 субъектов или округов, под ними округа, возможно, ветвятся. Под ними ветвятся избирательные комиссии, и на концах висят избирательные участки, которые бывают там, грубо говоря, их всего 96 тысяч, они бывают сельские. Это тики? А, это то, чего в Севастополе было 4. Территориальные избирательные комиссии, да. Да, 225, то, чего в Севастополе был 1. Да, 85 субъектов федераций, в Севастополе 1 округ. Да. Севастополь это субъект, который округ. А Крым это субъект, который 3 округа. По-моему, если я не ошибаюсь. Соответственно, в Севастополе 4 тика. То есть 4 района, по совету, как говорят. Да, получается так. И уже уиков, да, вот этих уиков, да? Штук по 30, по 50, в зависимости от размера. Да, все правильно, это было. Примерно с каждым тонном 120, что ли, было всего. Да. Да, то есть, да, я все время примиряю к своему собственному опыту. Да, да. Понятно, значит, типичный избирательный участок. Полторы-две с половиной тысячи избирателей, все так и было. Примерно, да. Там было от и до. 500 избирателей сельские и 100-300 избирателей специальные. Ну, там бывают больницы, бывают какие-нибудь погранзаставы, еще что-то такое. Суда, вот такие вот. Да, ну, у нас было вот как раз по первому этому варианту, все. Так. Вот. Ну, и теперь мы эти данные собрали. И данных у нас, на самом деле, довольно много. У нас, во-первых, есть протоколы конечные. Да. Во-вторых, у нас есть явки, о которых избирательные комиссии докладываются в течение дня, а в этот раз еще и два раза в течение первых двух дней. О, да, про явку у нас была там веселая история. Ну, давай потом расскажу, давайте потом расскажу. Да, целая динамика. Так, кроме того, у нас есть всякая история. Мы же про этот участок, у нас участки с 2013 года вообще стабильны. И мы про него знаем, как-то на нем голосовали раньше. Кроме Севастополя? Ну, кроме Севастополя с 2016 года. С 2016, да. Вот. С 2012 года, на самом деле, мы знаем примерно адреса участков. Вот. Дальше у нас есть всякая география. То есть мы знаем, где участок расположен. Да. Так, можем на окрестности посмотреть. Мы знаем, с кем он в одном здании, например, находится. Вот. И даже на самом деле можем вытащить привязку жилых домов к участкам. А-а-а. К каждому участку мы можем привязать... Огромная работа. Вытащить дома и даже знать, сколько в этих домах квартир. То есть мы примерно можем понять, что за дома там такие. То есть если там восьмиквартирные дома, например, то это явно какое-нибудь совхозное строительство. Вот такое типичное. Или там одноквартирное, это значит частный сектор. Ну или наоборот, 60 квартир, это хрущевки. Ну такая стандартная. Так, сейчас там история, что... А, да-да-да, все. Ну вот уже. Выборы как социологический эксперимент. 110 миллионов участков. Это последний, да? Или в среднем? 109 миллионов в этот раз, да. Это официальная явка. Нет, это официальное число избирателей. А-а-а. Прийти на выборы это тоже в каком-то смысле выражение мнения. Да-да-да-да. Нет, то есть это только те, кто имел право голосовать. Да, это 109 миллионов зарегистрированных избирателей. Все, ясно. Каждый участок локальный срез общества. То есть это эксперимент на самом деле на двух уровнях. Первый эксперимент это вот опрос, как бы сказать, мы снимаем картину участков по стране. С другой стороны, мы на каждом участке тоже проводим некоторый замер. И этот замер тоже статистический содержатель. Это большое число людей. Да. Возможно, они не репрезентативны в смысле целой страны. Но, в общем, это довольно большой разнообразный кластер людей, если это там не казарма. Да, понятно. Вот, то есть и то... Ну, там бывают типа рабочие районы еще, да? Ну, даже если это рабочий район, то у рабочего есть жена, теща, учительница его детей. То есть и все они примерно там живут. И продавщица из магазина и так далее. Да, исключение, наверное, составляет какие-нибудь там академические районы в районе МГУ, там вот где все такого типа будут. Ну, да, наверное, но тем не менее и даже они не настолько, как сказать, у нас нет гетто, короче. У нас нет гетто, да, это правда. Пока у нас в Москве нет гетто. Пока нет гетто. Но все-таки в других местах бывает город, моногород, да, вот такие вещи. Ну, моногород это тоже, как сказать, живой организм, у него есть... Ну, все равно есть продавщицы. У него есть продавцы, у него есть мастера, наняты, мастера там, выходцы из соседних деревень. Да, в принципе, да. То есть это все равно, моногород построен на какой-то местности, в него все равно люди проникают, отставники какие-нибудь, приехавшие туда жить. Ну, да, то есть, как бы своеобразие остается, но оно размывается немного. Да, то есть, в общем, спектр такой. Вот, и с другой стороны, то есть, во-первых, у нас есть большой, гигантский совершенно опрос населения, по которому мы могли бы знать гораздо больше данных, на самом деле, если бы нам Центральная избирательная комиссия выдавала, например, возраст проголосовавших, он у нее есть. Там возраст зарегистрированных, вообще полувозрастной состав какой-нибудь. Все эти данные, на самом деле, более-менее извлекаемы. Ну, из паспорта просто, очевидно. Ну, могли бы быть получены, да, из базы избирателей. Ну, к сожалению, их нет, у нас есть только голосование. В других странах, как бы сказать, бывает и такое, вполне содержательная информация. Но, тем не менее, даже с этим, даже с этой информацией, в общем, довольно много можно сделать, потому что, действительно, каждый избирательный участок, он, во-первых, во-первых, это результат голосования, во-первых, результат одного участка, это результат действия большого количества людей разных. И поэтому, в некотором смысле, это уже какое-то среднее. Это уже, оно уже обладает некоторой стабильностью. А, во-вторых, мы про этот участок знаем довольно много в его истории, про его географию и так далее, как я уже говорил. Вот, и теперь наша картинка с гусями возвращается с правой стороны. Вот так, сейчас, а слева что происходит? А слева, на левую сторону мы пока не посмотрим. Пока не смотреть, пока смотрим на правую, да? Да. Так, значит, итак, что это за гуси? Результат, это одномандатники? Нет, это голосование по федеральному списку. А, то есть, кандидат, это на самом деле партия здесь? Результат партии? Да. Так, явка? Явка и результат, это результат каждой партии, соответственно. А какими цветами какая партия здесь? Единая Россия, зеленая. Зеленая. КПРФ красная. КПРФ красная. Так, справедливая Россия фиолетовая. ЛДПР. Фиолетовая. ЛДПР коричневая, остальные все желтым. Все в сумме. В том числе и новые люди, да? Да, поскольку у нас столько цветов просто не помещается на графике. Ну, я вижу желтый, да, тут вот так. Ну, желтое сложно заместить, оно вкраплено в другое. Оно забито, да. Красное и синее убывают с явкой. Да, красное и синее, результат убывает с явкой. Да. Мне количество голосов. Единая Россия возрастает с явкой. И это и есть тот самый гусь, который был изображен, правильно? Да, это ровно тот же самый график, просто с добавленными остальными точками. Вот. И про этого, и теперь мы еще раз возвращаемся к тому, что у нас, а каждый гусь это участок. Да. Каждый гусь это участок. И мы знаем, что вот есть какое-то большое количество гусей, на самом деле, примерно три четверти всех гусей помещаются вот в этот кластер. Он тут условно, не условно, по некоторому принципу обведен вот этим элипсом. Это статистические какие-то? Да, да. Это просто половина избирателей, да. Самый плотный кластер с половиной избирателей. Самый плотный в некотором смысле кластер с половиной избирателей. Половину избирателей. А, сейчас цвета, красный. Вот сейчас. А, в этом, все-все-все-все, это кластер только на Единой Россию сейчас делается. Если мы будем, знаете, строить. Будет свой элипс. Смотрите, это мы взяли результаты по Единой России, только по Единой России, но по всем участкам. И смотрим тот элипс, который имеет, значит, среди всех, в пространстве всех элипсов, выбираем тот элипс, в пространстве всех элипсов, содержащих половину всех уиков, мы берем тот, который имеет минимальную площадь. Не минимальную площадь, нет, минимальный, хорошо, минимальный детерминант матрицы ковариации, ковариационной матрицы этих вот векторов. Да, понятно, минимальный разброс, короче. Да, по-русски, если так по-русски говорить. Минимальный момент инерции. Ну, там какие-то показатели, связанные с дисперсией. Ну, там типа дисперсии. Это хорошо. Эта штука хороша тем, что она инвариантна относительно деформации. То есть, если я растяну ось, эллипс, эллипс с ними не поменяется. Отлично. Да. Все понятно. То есть, один из очень удобных показателей. На самом деле, они все будут примерно одно и то же давать, естественно. Ну да, если система не ломается. Все понятно. И вот мы видим, что... Половина избирателей у нас проголосовала в довольно компактной кучке. В довольно компактном кластере участков. Да, вот эти обычные гуси. Да. Но зато из этого кластера торчит какой-то хвост каких-то супер гусей. Каких-то супер участков, которые... Характеризуются большей явкой и большими голосами за Единую Россию. Да. Как тенденция, очевидно, совершенно очевидная. Даже невооруженным глазом. Да. И причем фактор, который вызывает эту тенденцию, явно настолько силен, что он не действует... Что он вот на... На другие партии действует в другую сторону. Практически я думаю, что это значит, что он не действует на них, потому что это же... Да, это приведенный результат, да. На самом деле по-разному. На самом деле она будет загибаться тоже, но в самом конце вот здесь вот. Да, если бы это было... Но самый конец, я прошу прощения, это те уики, где явка более 90% в естественных условиях такого не бывает. Это и так понятно. Ну, да. Ну, в природе наблюдается. Я бы сказал так, что здесь могли бы быть военные участки, где все их гонят обязательно. Они на самом деле на оси, они немножко отличаются. Они видны вот эти вот точки, да? Нет, вот это электронное голосование. Оно тут. А-а-а. Оно тут мы на него еще отдельно посмотрим. Оно, кстати, отличается тоже немножко по-другому от остальных. Хорошо, вот. А это что за график? А сейчас, секунду, мы еще к нему вернемся. Я просто... Ага. Я хочу просто еще раз про этот самый фактор проговорить. Во-первых, да. Во-первых, он превосходит по силе вообще все факторы, которые обеспечивают разброс на трех-четвертях участков. Во-вторых, он действует не на всех. То есть это вот наш кластер... То есть фактор того, что именно линейное... Да, да. Вот который выносит это. Выносит это аккуратно, линейно, да. Во-первых, он действует не на всех. То есть большая часть остается в основном кластере вот в этом. А значит ли это, что, грубо говоря, вот мы подозреваем, что вот здесь все было абсолютно... Ну... Ну, что называется, было как было по-настоящему. Ну, сначала мы сначала все-таки погадаем немножко. Хорошо, да. Действует выборочно. Повышает явку и результат официального кандидата. Да, да. И резко меняется со временем. А что значит, где это? А это вот. Вот, например, вот город Москва, про который мы у нас много дали. Зубанов, Ельцин. 96-й год, да. Вот. У нас есть кластер, нет хвоста. Москва. Москва 2008 год. Есть кластер, есть хвост. Москва 2011 год. Есть кластер. Вот он зелененький, вот тут вот наложился. Есть хвост. Сейчас, а хвост... Стоп, стоп, стоп. Сейчас я хочу посмотреть на хвост. Что такое здесь? Вот, вот здесь кластер. Они красные с зелеными перемешались. Получилась такая мешать. А хвост где? А хвост вот он. Он такой чудной. Вот он, вот сюда вырос. Да. Сейчас. А с Ельцином, где у нас Ельцин? Ельцин год. Так, значит... Сейчас, одна секунда. А, это первый тур. Это первый тур. Второй тур такой же. Там просто нет смысла. На самом деле, на этой времену Айси, до 2003 года, все вообще хорошо. В смысле, вот в Москве. В 2004 начинает расти хвостик. В 2007 он вырастает чуть больше. В 2008 он вот такой. В 2011 он вот такой. А потом, через полгода, он вот такой. И его опять нет. В 2012 нету, да? В 2011 есть. Что произошло между 2011 и 2012? Народ пошел гулять на улицу. Так. Сейчас я соображу. То есть, на выборах в 2012 году получается, что все было честно, да? Получается, что да. В Москве, да. То есть, идея следующая. Хвост, это как раз и есть там мухлеж. На определенных участках он произошел, а на других он не произошел. Да. И мы пытаемся как раз и понять, сколько у нас мухлежа в процентном отношении, фактически. Ну, фактически, да. Вот, 18-й год, оп, 20-й год, в Москве же. Что это? Москва. Это да, красная да, синий нет. Так, сейчас, секунда. А с предыдущими хвостами, это что вот было сейчас? Это был 18-й год президентский выбор. А, он тоже без хвоста. Тоже без хвоста. И 16-й был без хвоста. А 16-й что за выбор? Думский, Москва. А, это пока Москва все, да? Это все Москва. Это все Москва и у нас, значит, хвостатый даже, даже, то есть, так, с президентом все... С 11-го года, с 12-го года хвостов не было вообще. До 20-го. До 20-го. А в 20-го он внезапно появился, не очень большой. Он, правда, загнут не так откровенно, да, как он был? Да, он загнут не так откровенно, это, ну ладно, грубо говоря, соответствует тому, что голоса просто добавляли. Потому что это гипербола. А почему там линейные? А это другой вопрос, это немножко отдельный вопрос, да. Очень интересно. То есть, значит, мы предполагаем, что истинная поддержка Конституции это 60%. Ну, типа, да, что-то такое, да, в районе 60%. Выглядит, выглядит как так. Так, и, соответственно, а это что такое? Это 20-й. 20-й. 21-й. Это сейчас? Это сейчас, да. Хвост? Хвоста нет. Нет его, да. Есть только электронное голосование. Вот гигантским пиком. А, вот, электронное голосование. Да-да-да-да-да-да. То есть, вот... Ага, вот она история, да? То есть, вот наша поддержка Единой России. Да. Вот поддержка КПРФ. Повыше кластер живет. А потом приходит электронное голосование и говорит... Кстати, это новые люди. Нет, это все вместе, это все вместе. Я не знаю, не думаю, что там одни люди. По-моему, там они третьи, по-моему, в Москве третьи, да? Нет. Хотя, не знаю, честно говоря, вот не буду говорить. Ну, ладно. А это электронка? Это электронное голосование. Какая красота. То есть, это, значит, смотрите, электронное голосование, да. Ну, я это уже говорил, на самом деле. Я говорил, когда после Миши Лобанова произошел какой-то просто полный, бессовестный, абсолютно этот самый. Что так, ну да, ну так не должно бывать, конечно. Ну, не должно, да. Так. Вот. Но, с другой стороны, на земле считали вроде честно. То есть, по крайней мере, на земле никаких супергусей не наблюдается. А потому что на земле все покрыто наблюдателями у нас, да, в Москве полностью? Вот прям поголовно. Ну, не то, чтобы все, не то, чтобы в Москве все хорошо. Потому что, потому что всегда есть какие-то места, где чуть-чуть отвернешься. Ну, это да, нет, вопрос вот именно, что процент, то есть, процент виден, что он совершенно, да, не такой, как вот там, где по партиям по всей стране был, да? Да. Москва вот так выглядит. Да. Электронное голосование очень жестко повлияло на... Да, результат. Результат. Так. Дальше. Этот наш фактор изменяется в пространстве. Мы продолжаем на него гадать. Что это такое? Вот два участка из одной школы. Казань! Школа в Казани. Гимназия 122, УИК 166, УИК 167. Вот тут сидел наблюдатель. Да, я даже могу с какой-то вероятностью узнать, кто этот, скорее всего. Ну, скажем так, есть вероятность, что это мой друг, который там на одном из УИКов сидел. Но, правда, может быть, он не в гимназии сидел. Ну, не знаю, там не очень много было людей, но вот было такое. Да, ну, вот мой друг сидел на наблюдательном. Да, это, значит, соответственно, Химки. Это город Химки, такой маленький, компактный микроволен. Ага, вот здесь наблюдатель сидел. Нет, здесь, по-моему, не было, не знаю, сидел ли здесь наблюдатель. У меня, к сожалению, нет этих сведений про Казань я знаю, про Химки не знаю. Но, тем не менее, в одной школе три участка вот выглядят вот так. То есть, какой-то могучий фактор выносит. Потрясающе, что он на некоторые участки без наблюдателей тоже не действует, что ли? То есть, это какой-то, как это, вот это вот интересно. У меня, как бы, такая простая модель у меня в голове была такая, что где есть наблюдатели, там есть, а где нет, там, соответственно. Нет, нет, нет. Тут, на самом деле, большинство, большинство участков страны, оно находится вот здесь. Вообще-то. А здесь меньшинство. Да, понятно, понятно. Но мы помним, где этот эллипс был. Ага. Так, дальше. Этот фактор не связан, в общем, по-видимому, по крайней мере, в части влияния на явку, не связан с лояльностью или сельскостью. Потому что есть такая гипотеза, да, что это у нас сельчане, добровольные. Сельчане там идут радостно голосовать, или это у нас лояльные, специальные лояльные районы идут голосовать. Нет, нет, ну вот ясно, что здесь, если три в одной школе, да, это же просто... Просто одни и те же дома. Ну да. То есть это все-таки, да, это что-то другое. Так. Вот, причем, если в Казани там еще какая-то длинная улица, то в Химках это просто вот компактный микрорайон, там, до 400 метров вокруг школы. Так. Ну вот, максимально, может быть, наверное, нелояльный регион я бы выбрал, да? Да, Хабаровск. Недовольный регион. Вот такая у него. КПРФ. Вот такая у него, да. КПРФ одолевается страшной силой, явка вот такая. Да, на что они ЛДПР, они же, у них этот самый был Фургал из... Они очень обиделись. Потом очень обиделись на ЛДПР, я так понимаю, за Дегтярева. То есть ЛДПР очень сильно потерял, но это отдельно. А, эта история продолжалась, да, как-то? Да. То есть пришел тоже ЛДПРовский? Да. Дегтярев же тоже ЛДПРовский. А, я понял. Так, и коммунисты пошли вверх. Да. А вот город Севастополь. А вот мы Севастополь, да. Да, вот явка, между прочим, не сильно отличается. Вот тут явка где-то 40%, и тут явка где-то 40%, да, чуть даже поменьше. В основном. Тут вот есть некоторые... Мы походили, да, мы походили по пунктам, смотрели явку, и она была там 40-50. Не вытянута, да. То есть, в общем, никакая сила, то есть сила размером расстояния, разницы в лояльности от Хабаровска до Севастополя не способны вырвать людей на явку, там, на 40% явки сдвинуть. Ну, то есть, сдвинуть явку с 40% сильнее, чем на 50%, ну, можно. Ну, то есть, Хабаровский весь покрыт наблюдателями? Нет, не знаю, не факт. Ну, так или иначе, это мы, вот в эти данные мы верим, да, то есть по Хабаровску это похоже на правду. Похоже, да. По Севастополю я, мы ставили, я могу сейчас на секунду ответить, да, в Севастополе мы ставили экзит пола. Теперь уже это можно сказать честно. Мы немножко, ну, там, делали вид, мы говорили, что это, ну, там, независимая организация из Москвы, экзит пол. Ну, ладно уж, так, да простите мне, Сергей Толмачев, на самом деле были наши экзит полы. Вот, и они, блин, вот удивительным образом показали, ну, по нам просто ровно то, что было. Я даже вначале, я усомнился, я сказал, что смотрите, сколько надомного голосования, как так может быть? И они так, ну, немножко переполошились, видимо, обиделись несколько и сказали, что товарищ математик не умеет делить, вот, вот, пожалуйста, три часа в день, каждая урна, четыре урна, без проблем, на всех пунктах. Это, конечно, очень много, но, тем не менее, когда мы, значит, посмотрели на наши экзит полы, мы тяжело вздохнули и поняли, что обману в Севастополе практически по нам, нет. Ну, да, вот тут, я бы сказал, глядя на эту явку, я бы сказал, что она подозрительно растянута по оси. Ну, там еще много военных. Как-то ее натягивали. Да, военные, это военные эти самые, и все, и они, естественно, все ходят с хором. Ну, все равно как-то слишком. Ну, да, в этом и есть, я думаю, что возможно, в этом флаг просто надомного голосования, то, что долго и пристально ходили. Да, может быть, что и надомное, да. На некоторых, кстати, было гораздо больше надомного, чем на других. Вот на некоторых было прям столько, что никак не обойти, а на некоторых было, что, ну, в принципе, можно обойти. Ну, в общем, короче, на это можно посмотреть еще. Вот. Или вот, например, вот сельский. Вот вам сельский, тут половина сельского населения, по-моему, почти в Алтайском крае. Так. И тоже явка, в общем, не сильно двигается. Ну, то есть, не ходят люди. Так. Не ходят люди на 100% явки. А хвост-то есть? Да, и вот это что? Другие области, другие регионы? А хвост-то есть? Да, и, да, это еще такая загадочная история. Вот этот загадочный фактор порождает загадочные структуры. Вот это вот здесь вот все участки с 11, по-моему, выборных компаний нанесены. Миллион! Да, миллион. Ну, с 11 выборных компаний, начиная с 2000 года, на одной картинке все точечками нанесены. И это правящая партия или это президент. Ну, да, понятно, либо референдум. Либо референдум. Вот. И тут вот видны... Референдум ответ, да. Видны вот такие вот загадочные клетчатые структуры, да, проявляются. Потому что у нас участки концентрируются. Концентрируются. Стоп! Это же точно... То есть, так, это называется порядок из хаоса, да? Нет, не совсем, конечно, да, но... Так, то есть, эта клетка... Я не понял, я думал, что клетка здесь нарисована в тетрадке вашей. Нет, 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 это участки сгруппировались. Они группируются на красивых явках и на красивых результатах. То есть, грубо, если говорить так, все называть своими именами, то, скорее всего, мы имеем дело с тем, что просто кто-то там из этого самого, из местного региона вниз звонит и говорит, запишите столько-то... Ну, вот, как бы, столько-то было, столько-то проголосовало. Непонятно, непонятно, как это происходило, не очень понятно. Там даже клетки по одному проценту есть. Есть подозрение, да, что это просто округление доточных и их... А нет такого подозрения, нет возможности такого объяснения, ну, так, на всякий случай, да, попробовать защитить результаты объявленные. Нет ли возможности, что просто округляют и все? А нельзя округлить хорошо, ну, то есть, как, в протоколе вообще-то нет никаких явок. Явки вообще нет. Это вообще не параметр. Она... Она нигде не... С 2006 года, по-моему, или чуть раньше, с 2003-го, явка не имеет вообще никакого юридического значения, кроме как на референдуме. Референдумов у нас федеральных не было. У нас было только вот это вот голосование. Так, а... Это первое. Ага. А результат вообще... А результат вообще неизвестен, пока не вскрыли урну. То есть, как бы сказать, если я честно считаю бюллетени, я не знаю результат. Допустим, я... Я сейчас продолжаю пытаться защищать, да? Вот, допустим, я, председатель УИК, я хватаю урну, вываливаю. Да. Насчитываю... У меня 2221 избиратель на участке. 2221 избиратель, например, 1100 проголосовали за. Ну, хорошо, да. И что? И что я теперь делаю? Я говорю, так, сколько это примерно процентов? Посчитайте, разделите. А нет в протоколе процентов. В протоколе только целые числа. Ага. То есть, я почему-то для себя внутренне решаю, что я округлю не число проголосовавших, а процент, да? Да, да, что не вполне тривиально, да, во-первых. Во-вторых, бюллетени вообще-то положено считать. Ну, да, вот я посчитал. То есть... 1100, да? У меня 2100, там... Ну, допустим, 1157 за 2100 всего. Что я делать должен, если мы пробуем избавиться от предположения, что мне позвонили? Я делаю следующее. Я делю. Да. Получаю, значит, получаю 53,46 процента. Ну, допустим, я говорю, ну, ладно, пусть будет 54 для точности. 55. 50... Ну, хорошо, 55. Ну, там куда-то, 55, да? Так, сколько... Теперь я обратно возвращаю. Теперь надо обратно перефектовать. Умножаю. 2100 я умножаю на 0,55. Да. Так, не хватает мне... Полуизбирателя. Ну, запишем, значит, этих, да. Ну, да, то есть, в общем, довольно сложная операция, я бы сказал, для председателя участковой комиссии. Так, то есть, грубо говоря, мне нужно предположить для... Вот... То есть, простая стратегия, посчитал и записал, и все. Теперь сложная стратегия стоит в том, чтобы пересчитать процент, округлить до целого, пересчитать обратно голоса и дописать несколько... И зачем-то написать обратно, да. И потом куда-то подевать еще лишние голоса, которые у меня образовались в результате для других партий, да? Или наоборот, натаскать у других партий лишние голоса, свести все контрольные соотношения. Ну, то есть, в общем, это лишняя работа, которая совершенно непонятно зачем нужна. Если не предполагать, что это как работа на какой-то установленный результат. Ну, да. Ну, да. Вот, это вообще говоря, картинка посчитанная, вот свежепосчитанная Дмитрием Кобаком, вот, который это делал вот буквально недавно опубликован. Ну, значит, это где-то, но не везде, да? То есть, это такая как бы... Да, ну, во-первых, тут надо понимать, что каждое пятно, это какие-то след каких-то выборов. Вот это вот, наверное, след наших последних. Нашего последнего голосования. Не вот это вот похоже на одиннадцатый год. Где-то тут еще есть след шестнадцатого года, вот тут повыше, возможно. Тут вот это вот след конституционных, каких-то президентских выборов. То есть, если посмотреть, тут на этих тоже видны еще следы этих клеточек. Да, понятно, да. От других. То есть, где-то есть вот это размытые пятна, это такое что-то, видимо, правильное. Какой процент тех, кто попадает на сетку? Да, сетка очень небольшой. Если в смысле количества строго на сетку попадавших, их не очень много. Их там тысячи участков по стране. Но это признак... Вот был такой прекрасный фильм «Приключения принцев Лоризеля». И там наивный ковбой заглядывает в окошко какого-то дома, там играют в карту. Он говорит, а тут нечестно играют. И вот это вот означает, что тут нечестно играют. И есть такой принцип, если вот тут играют нечестно, а в соседнем, значит, такой же результат и такая же явка, то есть подозрение, что там тоже играют нечестно. Просто немножко по-другому. А, то есть, нет, имеется в виду, что вот эти явно продиктованы круглые, а про эти мы ничего не знаем. Да, про эти мы ничего не знаем, кроме того, что они стоят с ними рядом в нашем конфигурационном пространстве. Да, то есть уже не круглые, а просто рядом... Но те, которые круглые, это свой результат точно нарисовали. Ну, как бы, да. Ну, мы исключаем вот эту вот гипотезу, что это свободное владение процентами со странной идеей пересчета ровно до процента кругления. Ну да. А эти мы не знаем. Про этих мы не знаем, но мы знаем, что там как-то нехорошо. Там, в этом районе нехорошо, да. Вот the factor. Так, admin resource. Ну, как бы, я по своему опыту могу сказать, что, конечно, это звонят там просто вышестоящий начальник, конкретно сам звонит и говорит, мне влетит, если будет меньше этого. Ну да. Пожалуйста, сделайте так и все. А ему действительно влетит от следующего начальника, а тот может... То есть я на самом деле, я здесь тот человек, который знает, как это происходит изнутри. Ну да. Вот, а вы тот человек, который из статистики это может понять, правильно? Ну, подозревает, по крайней мере, да. То есть исходно это была, в общем, гипотеза такая. Да, нет, ну это как бы опытом, безусловно, подтверждается просто личным опытом. Не то, чтобы я имею в виду, что в Севастополе это происходило, но дело в том, что пока я ввел компанию, я общался со многими коллегами, политтехнологи общались. Мы знаем, как это происходит, действительно, в некоторых регионах. В Севастополе просто это не надо делать. Да, там абсолютно реально больше половины за Единой России, за кандидата или там районе половины. Поэтому там как бы на расслабончике можно провести выборы совершенно. Ну там вообще как-то и культура просто немножко другая. Ну и известный факт, что отчетный параметр портится. Если какой-то отчетный параметр начинают спрашивать, то он перестает быть честным. Его начинают фальсифицировать. Ну конечно, конечно, это как всегда. Показатель порождает показуху. Да. Обычный принцип. Но кроме того, поскольку у нас явка меняется направленным образом, в случае административного фактора, потому что, в общем, занизить явку, такое бывает, но это редкий экзотический кейс. А вот завысить, причем простым путем, это дешево. Дешево, легко и удобно. Ну занизить, значит, кого-то ты не учел. Нет. Ты реально честно голосовал, да? Такое тоже бывает. Нет, ну хорошо, это экзотический кейс, можно обсудить потом. Но с другой стороны, значит, это значит, что наша явка работает осью фальсификации. То есть она разносит нам честные участки и нечестные. Ну да, понятно, конечно. Ну и вот такая важная вещь, которую еще надо понимать, что реальные результаты — это действия, грубо говоря, тысячи человек, это средние по тысяче действий, от тысячи переменных. А фальсификат — это действия одного человека. Ну да. Поэтому у них совершенно разные статистические свойства. Поэтому реальные участки образуют плавный кластер с хорошей статистикой. А фальсифицированные, которые действовали на уровне участка, а не на уровне одного человека, у них, грубо говоря, дисперсии, соответственно, в корень из н раз меньше, больше в смысле, хуже относительно дисперсии. Поэтому он такой размытый, разбросанный. Да, где, как ориентировались на какие цифры, там и происходило. Реальные результаты имеют естественность и счастливый разбор. Да, и понятное распределение. Мы понимаем, почему, да, там, почему здесь так, здесь так, почему там на участке, который находится дальше от места голосования, чуть ниже, такое тоже проглядывает на хороших данных, на чистых данных. Да, даже такие вещи, такую микро статистику можно проглядеть. Вот, почему там какой-нибудь город делится на две половины, там, или вот такие вещи. Почему в заводском районе там более красное голосование. Да, ну, понятно, да. В интеллигенском больше за яблоко. То есть, а фальсификации, в общем, ведутся, делаются без учета, ну, понимания вообще ситуации. И без, соответственно, и, соответственно, результаты у них бывают очень странные. Ну, например, вот, хорошо, зову вашу коллегу, вашу коллегу, Розу Чумерис. Кто это? Это депутат от Луги Востока, от новых людей, от Приморского края. Вот когда-то были скандальные выборы губернатора Приморского края, и там на некотором количестве участков подделали протоколы КАИБ. Причем то, что их подделали, было видно, потому что их посчитали на калькуляторе. И у них типографика была другая. Где-то они их, короче, подделали. А сам КАИБ, его невозможно, да, вот, ну, я не знаю. Вот так, вот, заброски. Заброски можно. Нет, но там... Нет, я имею в виду, что вот то, что на циферках, с хоккерить КАИБ, чтобы он неправильно считал, нереально, да? Есть подозрения, но нет подтверждения. Ну, то есть, скорее, нет, чем да. Это долго, дорого и требует высокой квалификации. Подмена протокола не требует высокой квалификации. КАИБ, это дешево и быстро. Вот, но вот когда в нарисованных участках, там было два последних кандидата, Чемерис была последней на настоящем голосовании. А на нарисованных участках ей нарисовали второе место с конца, при этом заметно. Потому что люди, которые подделывали, не знали, как люди. Не знали, как голосуют. Не знали реальных рейтингов. Поэтому... То есть, люди, подделывающие результаты... То есть, подделали в пользу новых людей. Ну, да, это был еще 18-й год, это были не новые люди, она была кандидатом к губернатору. А, я понял, все-все-все, да. Это просто, она просто изомерный политик тогда. Так. Вот, то есть, там могут еще всякие мелкие, мелкие, неожиданные вещи проявляться в подделках. А, ну да, самая простая, самая простая, тупая история, которую пропускают люди, которые подделывают результат, когда добавляют бюллетени, забывают добавлять недействительные. Или вообще забывают писать недействительные. Поэтому количество недействительных бюллетеней, количество действительных бюллетеней в расчете на один недействительный с явкой растет. А это значимый фактор, конечно, недействительных? Нет, это незначимый фактор. Но просто, как на любых выборах, какое-то количество людей делает ошибки. Ну да, вот интересно, насколько он большой, чтобы делать... Типа 1-2% это нормально. А, 1-2%. Да, то есть 1-2% из пор неправильных бюллетеней на любом уровне, на любых уровнях, в выборах это нормально. А у нас бывали результаты, бывали республики на прошлых выборах, где количество, где действительно было 1 на 800 действительных, так скажем. И это уже прям совсем не бывает. Это очевидно просто рисованный результат. То есть это даже можно, вот статистически не может, да? Просто я смотрю, при маленьких цифрах, там изменения большие могут быть. Нет, настолько не может. Не может, да? Ну там можно просто считать уже. Нет, причем это не на одном участке, а на целых тиках и на целых регионах. Я хотел вернуться, ну это потом, хочу потом вернуться к Ельцинским, но пока можно продолжить. Про Ельцинский можно еще будет. Я еще хотел дать еще. А, отлично. Там есть вопрос. Вот, это как раз то, о чем я говорил, что... Что статистические свойства реального голосования и фальсификата, они разные. Потому что в реальном голосовании есть какие-то закономерности, у него есть хронология, у него есть наследование какое-то от прошлого. То есть мы примерно можем объяснить, что происходило. А про статистические объяснить очень трудно. Вот как в той школе, почему на одном участке столько, на другом столько. Ну вот, такая чисто математическое упражнение. Да, предположим, что у нас есть идеальный избирательный участок, такой, про который мы не знаем ничего, кроме явки. Что на 0,6, да? Да, что такое явка? Да, явка 0,6, это означает, что мы можем заменить каждого избирателя случайной переменной такой, который с вероятностью 0,6 равна единице. А почему 0,6 сейчас уже меньше становится? Ну, типичная для президентских выборов, скажем, я их... Да, можно описать случайный переменный. Так, итоговое количество проголосовышек, ну, очевидно, да. Ну, вот просто прогнали число, там самое большое, там 1237, 100 одинаковых, идеальных таких участков с одинаковым населением. Ну, понятно, это распределение. Вот 100 тысяч участков, вот такая картинка, да, и тут посмотреть, да, вот тут можно посмотреть, сколько проголосовавших тут осени от нуля и не до нуля, а мы видим, что на самом деле число проголосовавших колебецких меняется в довольно узких пределах, да? Ну, даже типичная ЦПТ просто классическая. Легко посчитать в каких пределах. И это, наверное, есть две сигмы. Ну, да. То же самое в виде кривой, и вот то же самое на оси явки, если... То есть в этой модели мы считаем, что у нас получается вот такая вот бинумиальная 0,6, и сумма, соответственно, по ЦПТ там с каким-то сигмой. Да, вот такая, вот такая получает узенькая кривушка. Кривулька, это если бы у нас было 100 тысяч идентичных участков с идентичным населением, чего у нас, конечно, нету. Вот. Если то же самое еще сделать, заставить каждого пришедшего проголосовать с вероятностью там 50% за одну партию, с вероятностью 30%, за другую, с вероятностью 20%, за третью, то получится вот такие облачки. Ну, да. Ну, то есть это вот... Чем это важно, на самом деле? Эта картинка важна тем, что мы... Это минимальный практический разброс, который вообще может быть реализован в модели свободных голосующих избирателей. Это хороший вопрос, на самом деле. Может ли быть модель свободных голосующих избирателей без подбора? То есть я могу, как сказать, собрать участок из лоялистов целиком, но для этого мне надо знать заранее, как они голосуют. Могу ли я, как бы сказать, случайно выбранного населения, из случайно выбранного населения как-то так подобрать, так организовать голосование, чтобы разброс явки был меньше, чем беномиального. Меньше беномиального. Существует ли математическая модель, да? Да, существует ли модель. Вот как-то не получается. Но можно экзотические модели придумать. Например, экзотическая модель, когда если муж, из мужа и жены голосуют только один, например, всегда. Иди с голосой, любимый. Я давно посижу. Но, в принципе, вот это вот, это типичная, как сказать... Кажется, что... Да, то есть кажется естественным, что разброс все равно, конечно, возникает. И у него есть некоторые, так сказать... Минимальные... Ну да, если мы исходим из любой центральной предельной теоремы для любого распределения, которое мы возьмем, он будет все равно. Да. Ну да, там, естественно, какие-то очень... Ну да, здесь остаются там вопросы, которые мы просто сейчас... Ну да, мы не можем ответить на вопрос, можем ли мы придумать, мы не можем придумать. Может быть, кто-то мы придумаем. Да, было бы хорошо. Да. Важно, что вот эта штука имеет, конечно, довольно заметную толщину. Да. Примерно 1% в каждую сторону. Угу. Угу. Явно тоньше, чем вот... Тоньше разброса. Тоньше разброса естественного. Тоньше. Да. Да. Такая кучка. Так, ну и вот это вот как раз то, о чем я говорил, это то, что типичный разброс, это порядка процентов. Что не бывает... Нельзя попасть в явку точнее, чем в 1%, если мы не начинаем считать избирателей, то как-нибудь приводить их на Аркадия или... Сейчас, то есть даже сейчас. Одинаковые участки с одинаковыми избирателями дают разные результаты. Для типичного городского утязка при типичной явке 60% статистическое отклонение от средней явки... Ну будет где-то 1%, где-то порядка 1%. Да, при типичной явке 40% тоже будет 1%, поскольку биномиальная формула симметрична, которая у нас была здесь. Так что... Да. Дальше что у нас идет? В реальности у нас на самом деле участки разные. Они, конечно, даже если они в одном городе вырезаны, они вырезаны там из разных участков города. Вот. И случай... Вот. И соответственно каждый участок там немножко отличается по возрастному составу населения, там по образованию населения, еще почему-то. То есть есть некоторое довольно большое количество факторов, которые действуют в разные стороны. Угу. Вот. И причем они все действуют... С другой стороны, когда у нас много факторов, то вероятность того, что они действуют в разные стороны, сложились в разные стороны, больше, чем вероятность того, что они все сложились в одну сторону. Это... это треугольник паскаля сейчас случайный фактор участка действует разные стороны от среднего распиления явки размывается ну скажем так выглядит естественно да так значит я тут вот задаюсь вопросом что если факторы которые мы перечислили они но оказались на самом деле связанным друг другом вот мы не учли тех факторов учлете вот там погода погода до пакуза для срения погода двигается а мы говорим о мы говорим о тех который до который разбросе говорим да нет разброс действительно я я не могу себя представить я не знаю может быть опять же вопрос публике может кто-то представит чтобы случайные факторы не средние двигали а дисперсии уменьшали да вот вот это вот ну например на дисперсию уменьшали это вообще трудно представить да я согласен хорошо значит вот да и почему действует колокол почему все таки почему почему при этом вот этот вот этот узенький колокол который у нас был он становится шире мы его размываем почему почему он колоколом остается потому что вот ровно потому что почему я и сказал что вероятность того что вероятность того что какой как какие-то все три все факторы сложились в сторону ниже среднего меньше чем вероятность того чтобы там грубо говоря половину в одну сторону половину в другую ну вот такое рукомашенство как бы да я понимаю мы пытаемся пытаемся сказать что все таки даже эти данные хоть они неизвестно куда взялись они там в силу каких-то вариантов цпт или чего-то похоже на цпт складывается в нормаль да есть такая есть такая вещь с гордым названием центральная предельная теорема для выпуклых тел да но он там конечно безумно сильные требования это о том что что сечение произвольного многомерного выпуклого тела вдоль вдоль общего направления общего положения ведут себя как гауссовской распределение ну там там очень большими очень большим мы как бы да я ну да можно отметить здесь вот этот момент что мы там может быть силу интуиции ожидаем этого или всего привычки к нормальному мы это ожидаем но это не факт что она она не вполне нормальная потому что это вообще говоря низ вообще говоря явка не есть то что мы здесь видим это не сумма случайных величин а наложение распределений потому что каждый участок индивидуален да я понял я понял я понял ну так или иначе да мы я понял ну в общем остановимся на том что данные данные показывают нормальная данные показывают что такого колокола колообразная да она на самом деле можно и это это просто как мы можем тут у нас две вещи то что мы видим своими глазами да просто данные говорят нам и то что мы домышляем да ну вот то что данные нам говорят что это похоже на нормальное ну она похожа ну с понятными ограничениями потому что у нас во первых ось конечная потому что наши исходные беномиальные распределения все приведены к одной оси участки разного размера у них разные хвосты немножко по-разному себя ведут да хорошо вот это вот наша идея и почему ну понятно это это уже как бы рассуждение вокруг мы видим что он сохраняется а почему мы можем рассуждать да да ну и первое главное что мы видим что чтобы это колокол сломать нужно что-то нужно какой-то очень большой очень большой фактор опять же который превосходящий по действию суммарно 10 остальных но по идее да по идее суммарное в смысле суммирование случайных величин да не но я я вы я опять я я же изнутри я знаю что на самом деле происходит ну да поэтому я но мы тем не менее все-таки пытаемся пока снаружи да пытаемся снаружи да это разглядеть ну вот я начинаю рисовать разные страны вот тут есть некоторое количество стран где есть хорошие хорошие открытые данные по вот мне интересно следующее а и это был разговор про ельцина но здесь примерно то же самое дали мы еще немножко даем да да значит про 96 многочисленные свидетельства были про абсолютно массовую фальсификацию одинаковые на всех участках аккуратно и сделаны умными людьми вот то есть когда мы видим такое это либо означает что все честно либо что очень умно подделано синхронно чтобы сохранять все статистические как бы претензии ну как бы сказать я ну то есть как бы сказать не верю могу сказать почему почему где тот ум куда делись эти умные люди потому что для того чтобы сделать массовую фальсификацию нужно иметь очень много умных людей ну я очень не буду называть институты в которых они ну состав избирать работать состав избирательных комиссий как бы сказать не нет им потом диктуется ну это гипотеза к сожалению неопровергаемая по видим я я просто я чуть-чуть это с подноготной знаком но но неважно я действительно я не не никаких доказательств естественно нет это там разговоры но вот в этой политической тусовки они совершенно плотны что там ну вот тип сегодняшний нихрена не делать чтобы незаметно было ну для этого нужно было бы в принципе хотя бы предполагать что эти данные когда-то будет тот анализирование в девяносто шестом году эти данные были публиковались не помню вообще публиковались ли по участкам то что они сохранились завалявшимся виде на сайте цика в неполном завалявшимся виде на сайте цика в недекларированном без внешних ссылок практически это само по себе отдельное чудо то есть а в принципе никто тогда я думаю по тем временам никто не мог и думать о таком анализе чтобы ему как-то пред противостоять ну так ну ладно нет на на мой на мое представление о реальности думали еще как ну не знала в общем ладно хорошо это я к тому что смотрите друзья вот что мы должны сказать это что то что видно у нас это очевидно свидетельствует каких-то манипуляциях в определенных местах то что видно где-то еще ни о чем формально не свидетельствует это означает что если фальсификации были то они были аккуратно сделаны или они были просто не такие или они были постсоветский модус фальсификации на самом деле он это где именно это франция конференция да вот если если возникнет вопрос это какие заморские территории вот это у нас перу до президентские выборы вот мы видим а что здесь за большое облачко а это а это такое это какие-то и скорее всего какие-нибудь индейские районы это не очень много то это очень мало это очень мало вот вот количество голосов вот распределение голосов истограмма голосов по явке да болтается но это внизку вниз в сторону низкой явки а не высокой наоборот да у них очень высокая явка у них по-моему еще кроме всего прочего чуть необязательное голосование такое или полуобязательно забавно тоже не колко конечно но к ста проценту кстати не подбираются все равно вот это румыния какая-то недавняя то есть на самом деле количество коллекция стран большая вот а трамповские здесь есть или трамповских нету потому что с американскими выборами большая проблема у них нет на первых централизованной публикации во вторых у них нет учета избирателей по численности то есть там есть какие-то американские проекты как университетские которые собирают эти данные но я честно честно говоря не лезу тут хватает спасибо латинской америки хватает и и ее много она с ней гораздо легче так ясно надо есть канаду на канаду есть вот это украина 2000 2019 год президентские выборы вот такая вот картиночка тут на самом деле эти кривые если посмотреть немножко разведены по появки для разных кандидатов и это более-менее по географическое разделение то есть если разделить по географическим областям там западного запад-восток столицы село город то они сходятся аккуратнее кстати а по германии недавние есть по германии еще нет германии отчитываюсь нет 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 германии есть подробные выборы подробные данные по участковой но их издают через несколько месяцев у них есть специальный чиновник для этого дела потому что сейчас ютюб запретил бундесвальяк лейтер там люди строили 17 год это то же самое очень интересно потому что сейчас вот youtube выпустил если мы сейчас исследовали американские выборы или немецкие нас бы заблокировал сам youtube ну короче нет нет при немецкие выборы на такое было в фейсбуке бы было было картинки кто-то построил семнадцатый год нашел семнадцатый до 21 21 нет 21 сейчас только по по кругам забавно интересно почему это произошло не уже там а у них это тоже какие-то следы федерального федерализма я так понимаю потому что у них каждая земля формально сама по себе проводит выборы поэтому собрать их это собрать их и в отдельным в единый массив это задача для отдельного федерального чиновника то есть понятно пока я не решена так это что у нас такое это это украина украина так это москва это москва 2008 год да с хвостиком это медведев что ли да это медведев это очень смешная картинка на самом деле потому что тут нарисовать тут очень много круглых очень много круглых цифр это пила это пила дмитрия анатольевича да да так вот это одиннадцатый год по референдуму это госдума да это госдума одиннадцатого года значит это референдум двадцатого года тоже в москве это значит сейчас я сейчас это значит ответ да вот это вот заштрихованная это какая-то зона про которую мы будем поговорить да да так ока это соответственно саратовская это саратовская область и вот тут мы видим детали точность рисования которых явно превышает статистический разброс почему-то 61 процент всем нравится все два да да это загадочная история почему 62 процента золотое сечение без сомнений а ну разве что чиновник разве что-то и приду разве что-то очень гордился что на самом деле по-моему 62 на 62 это вам корень из 40 процентов прикольно вот потому что явка тоже до концентрируется немножко по-другому а тут вообще линии вон какие но так это линии соответственно если всем рисовать два да 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 это да вы дуже грубых могли смотреть по-другому что дубные До такого, наверное, было бы сложно догадаться А, в смысле Значение нормального распределения в нуле Может быть Вот, виды Вот самое интересное Как могут быть устроены фальсификации Самый дешевый технический способ Это добавить бюллетеней Просто взять из пачки неиспользованных Да, расписаться В пустых графах журнала И закинуть, или не расписаться Или прикинуться Более дорогой и изысканный Это перекинуть бюллетени от одного к другому Тогда должен быть сговор Всего УИКа Ну, на самом деле, да Все ли договорились, ребята Вот эти на самом деле будем считать Ну да, на самом деле сговор всего УИКа Или, по крайней мере, молчание всего УИКа Нужно в любом случае, по-видимому Либо нужен какой-то Организационный момент Типа председатель уехал сдавать результаты Потом вернулся, у него не приняли Он сказал, там, сейчас перепишу протокол Надо сказать, что наши Экзит-полы По Севастополю По нам сработало все То есть По нам у нас претензий нет Но По коммунистам у нас гораздо больше, чем в результате было Но так как Как-то мы не начали какую-то бучу Потому что, ну, непонятно Если они сами не начинают бучу Что мы за них будем воевать Ну, не исключено Вот То есть вот это вот что-то непонятное Осталось Осталось гвоздинка Я думаю, что если статистически я сейчас это проработаю Там будет За уровнем 5 сигма Это сложно Ну, то есть я не знаю, сколько это возможно Но это интересно, да Ну, в общем, это какой-то странный Вот Ну, ну, как бы Я даже не знаю, что здесь предположить Потому что коммунисты не стали Никого выводить на улицу Говорить, что Ну да В общем, только какая-то ситуация Которая Я чувствую, что что-то произошло не то А что, мой ум догадаться уже до конца не может Ну, понятно, у меня есть куча версий Но я не буду же их Ну да Тут сейчас излагать Чтобы не обвинили В клевете просто Натуральной Ну да Есть рисование голосов Да Вот это вот А рисование Это что? Вот это вот На самом деле Как бы все Билетены выкидываются нафиг Да Рисуются какие-то красивые Рисуются цифры в протоколе Да И все согласны Все на всех уиках Все с этим согласны Просто все Это требует Как бы На самом деле Сговора огромного количества лиц Вот что надо понимать Или повиновение Или повиновение Или сговора В любом случае Информация об этом Утекает в массы народа Вот это надо понимать Это интересный вопрос На самом деле Утекает ли Ну, хорошо Да Ну, там понятно Что муж жене на кухне скажет Там жена Потом еще где-нибудь расскажет Ну, то есть Это ясно Что, в общем Люди, которые Это то, с чем я сталкиваюсь Когда я езжу по России Ну, понятно Что во всех школах Есть уики почти Или во многих И учителям мне говорят Что, ну, как бы Здесь полная рисовка И нас заставляют В этом вранье участвовать И нас это дико достало Лучше бы вообще Не проводили выборов Нафиг они нужны Чем учить нас Врать То есть это все По стране Это расползается Понятно, что это не приятно Больше даже это Неприятно Чем то, что там Как бы Если бы просто взяли И сразу Вместо выборов Написали Что вы там Единый Россий Столько-то голосов Ну да И не трогали учителей Ну да Врос в каком смысле Самый дешевый способ То есть Просто логично Требует минимальных Мыслительных усилий Да И кроме того Да Если у нас стоит Каиб Из него В общем Голоса извлечь нельзя Можно его объявить Сломавшимся И устроить ручной пересчет И такое возможно Тоже практикуется иногда Но в целом Это скорее ЧПА А так Вот И это означает Что Каибы По крайней мере Правильно показывают Скорее всего Правильно показывают Голоса за другие партии Ага Уровень поддержки Других партий По Каибам Можно оценить Потому что Из Каиба Голос не вынешь Ну если не Потом Ну и Нет Каиб Каиб вообще-то Печатает протокол Сам честно И опять же А в смысле Он Он электронный Он на флешку Выдает протокол А сейчас А как он считает Внутри себе Он У него стоит Сканер С распознаванием Ё-моё Я думал Все выгребается Нет Каиб считает В Каибе стоит Сканер Блин Я не знал В Каибе стоит Сканер В Каибе стоит Система И все Ты просто И вообще Ничего не сделаешь Да с ним Ну в принципе Да В принципе С работающим Правильно настроенным Каибом Да ничего не сделаешь Кроме того Потому что в него Можно допихать Бюллетени За нужным Кандидатом Ну это понятно Можно сделать Какую нибудь Гадость Можно например В бюллетенях Поставить Маленькую точечку В галке Например Какой нибудь Это уже сначала Это предваритель Предваритель Не вот тогда Они же видят Люди же видят Ну или не видят Или не видят Так А вопрос такой Какой процент Каибов выходит Из строя в норме Не знаю Маленький Ну то есть В норме Вообще не должны Выходить из строя Но Ситуация Ну я имею ввиду Что по другим странам Не знаю Вообще говоря Таких машин Не так много Там в других странах Свои То есть у нас Наиболее продвинутая Довольно продвинутая Система Да кстати В Венцове Продвинутая система О как Так Вот Предмет для гордости Есть Надо же Так Добавление голосов За кандидата Вот Хорошо Посмотрим теперь На эту схему Что бывает Когда мы добавляем голоса Вот у нас есть Голоса Тут явка Мы добавляем Добавили голосов У нас один кандидат Поехал вверх Остальные остались Процент поехал вниз У них Процент Нет Процент Просто голоса остались Теми же самыми Если пересчитаем Процент То есть то что видно На этих самых очевидных Да Вот Вот оно Я поеду в Воронеж Послезавтра Вот это какие-то старинные Если мы сегодня Опубликуем Да Старинные выборы Да Старинный Шестнадцатый год Да И вот тут тоже Такой невероятный Разброс И что из этого Образуется Вот у нас Этот участок Съехал Он у нас Довез за собой Все голоса За все партии Если мы теперь Эти голоса Ссыплем сюда На ось Как бы сказать В распределении Посмотрим Как распределились Голоса по явке Они распределились Вот так Какой-то кучка Там где был Там где был Основной Вот этот Исходный кластер Да Колокол такой Да А потом Наши голоса Начинают расходиться И у этих Хвост Уходит У этих Один хвост У этих Другой хвост Разной формы И расходятся Они на ту величину Которую тут Добросили На столько Голосов Сколько в этом Вине Разбросили Сейчас А правильно я понимаю Что все-таки Вот у нас Если я попытаюсь Другое какое-то Объяснение сделать Что вот там Просто То есть Было видно Когда очень много Здесь и туда Было вроде Первая гипотеза Очевидно Что вот здесь Все честно А дальше все Но здесь вообще Непонятно что Потому что Здесь нет никакого ядра Ну от него Такие жалкие остатки Да на самом деле Ну то есть Тут возникает Возможность По крайней мере Другой гипотезы Что действительно Просто так все Устроено Странно Ну да Ну вот Что вот так вот Да Такая странная устроенность Что есть там Большое количество Мест Где совершенно Не интересуются Политики люди И есть количество мест Где Интересуются И так Дак За единую Россию Ну да Да Другие объяснения Скажем так Они формально Не исключаются Но выглядят странными Я бы так и сказал Они плохо вписываются В совокупности обстоятельств То есть Скорее Я бы Ну то есть Скорее мы бы предположили Что в Воронеже Жутко рисуют просто Ну да По сравнение По сравнению По сравнению Со страной Со всей Да Именно так Вот Вот И что тут Что тогда Вот Если мы Сыпали эти голоса Посмотрим Как эти голоса Распределились По По интервалам явки По 1% По процентам явки Вот Мы видим Что Есть вот этот Основной Основной исходный Колокол Какой-то Да Ну да Если мы верим В него Как настоящий То мы можем Посчитать Собственно фальсификат А фальсификат Мы можем посчитать Подогнав форму Грубо говоря Распределения голосов За остальных И Поскольку мы видим Что при вбросе Голоса за остальных Не меняются Они едут с нами В качестве эталона Нет Это наша гипотеза Да Что не выкидываются Нет Что нет переброски Из-за Кучи другого Да Вот в этой модели Они у нас Они у нас могут Служить эталоном То есть Сколько голосов Вот он получил Да То есть Если наша модель верна Что из кучи в кучи Не перебрасывают А просто добрасывают Что проще всего Да Технически То вот эта Вот эта заштрихованная площадь Которая показывает Отличие формы Грубо говоря Отличие формы Распределения За зеленого кандидата От распределения За всех остальных В сумме Вот это Вот оно Отмасштабировано Так чтобы на колоколе Оно сомпало То есть на самом деле Если бы мы сейчас вышли Это все собралось бы В колокол Да Но это довольно сложно Это сложная Труднообратимая операция Потому что нам нужно Вернуть каждую точку Да Правильно Да Но в принципе Это можно сделать Вполне Вот А здесь Да Но то есть Если мы бы Если мы просто Вот так Да Просто вот так Вычкинем Не восстанавливая форму Даже Да Но вот эта площадь Все равно Это то что нам нужно Это равно то что нужно Да Мы не должны Восстанавливать форму Это как раз то То есть это такой Побочный эффект Что даже не восстанавливая Форму исходного Распределения Можно прикинуть Что там было Вот Вообще Зачем это вообще нужно Ну я могу Для себя ответить так Что в принципе Есть понятие Росстат Да Росстат Который например Не публикует нифига Результатов по ЕГЭ Сдачи Да Не по регионам Не по времени Много чего не публикует Но вот я веду Борьбу За массовое образование Мне нужны настоящие данные Мне они нужны Чтобы так сказать И поставить диагноз Да Сегодняшней системе И чтобы предложить Пути выхода из нее Здесь вопрос такой Что мы изучаем Некую социальную реальность Я бы сказал так Задача там сделать выборы Вообще Задача сделать выборы Честными в России Мне кажется безнадежной Так честно В отличие от задачи Вернуть массовую школу Но Если вдруг Когда-то Будет поставлена Эта задача И кто-то будет считать Что она важна И многие люди Вдруг проникнутся мысль Что давайте Будем честно считать голоса То эти данные Безусловно пригодятся Просто окружающая реальность Выглядит так Как она выглядит И это интересно знать Для меня все Ответ очень простой Ну хорошо У меня вопрос Я могу предложить Такой вариант Мы действительно изучаем Окружающую реальность И действительно пытаемся Отделить Как бы сказать Истину От наслоений Вместо одного числа У нас получается Два числа Как бы да Потому что присутствие Единой России В конституционном большинстве Связано не только с тем Что мы сейчас обсуждаем И может быть даже не столько А в основном Из-за мандатников Значит по округам Которые почти все единороссы Но интересно Какой эффект Это вкладывает Какое это Это как раз то Что в том вот ролике Который все ненавидят Да Было Вот это вот С 33 до 49 Было куда-то заметено Под ковер Но мы собственно Это и обсуждаем То есть Оценить эту часть Да Печальность С другой стороны Реальность состоит в том Что конечно Никакие Никакие статистические Аргументы В суде В наших судах Не было Ну а это Общественный Это как бы Общественный договор Всех власть придержащих На данный момент Не факт На самом деле В Соединенных Штатах В судебных процессах По перенарезке округов По устранению Для ремендеринга А да Да Это когда Когда округа Вот Хочется чтобы прошел Какой-нибудь не очень популярный Кандидат У вас есть Некая нарезка округов Примерно одинаковых По составу Но на самом деле Внутри есть там Тонкости Что вот здесь Например все его поддерживают А здесь там Половина на половину А здесь там Все поддерживают Того Который Ну там Другого Второго Ну и вот Чтобы прошел Кандидат непопулярный Нужно Чтобы были Округа Где его не любят Целиком состоять Из тех Кто его не любит А где его любят 60 на 40 Например И тогда прекрасно Можно нарезать И по округам В результате Выяснить что он прошел Это называется Джерримендеринг Это джерримандер Мэр Нью-Йорка 1900 какого-то года Ну вот сейчас 100 лет назад Да вот сейчас В штатах ведется Во многих Во многих штатах Ведется борьба Против Вот этой Джерримендеринговой Нарезки округов И там Принимаются Статистические Аргументы В суде И они даже Практически Обязательные Ну да Но это Видимо касается Выборов Не федерального Значения Федеральные Я думаю Что там Без шансов Это выборы Я даже видел В штатах То что Трамп Проиграл Это просто Там Отписки В стиле Нас Прямо Полный рост Ну не совсем Так Ну ладно Хорошо Это отдельный вопрос Это отдельный вопрос В суде Нет Пока есть Общественный договор Что Нам приказывают Мы показываем Среди чиновников Конечно Это не будет На что влиять Вторая вещь Которую мы видим Это то что Этот уровень Фальсификации Как ни странно Оказывается Довольно Содержательный Переменный Вообще Ну то есть По крайней мере Он что-то показывает Про то что у нас Происходит Мы можем Посмотреть На регионы Что происходит Ну да Интересно Где больше Брасывают Где меньше Пытаться Культура Культура Подчинения Например Есть В Казани Она одна В Москве Она другая В Казани Одна В Москве Другая В Ханты-Массийском Округе В Третьей В Ямал-Ненецком Другая Четвертая Неожиданно Ну да То есть В общем Это интересно Ну это география Понимаете На самом деле Просто изучение географии По-честному Это экономическая география Ну да Короче Это интересно Ну да Ну раз так Дальше мы начинаем вычислять На самом деле Этот метод Придумал Впервые Предложил Некоторый Американец Которого звали Джон Брэйди Кислинг Который служил В какой-то Международной миссии В Армении При помощи Какого-то местного жителя Он Написал Несколько Неопубликованных Статей Которые Гуляли Гуляли в каких-то Черновиках Там Сделал какие-то Доклады Вот Потом он В 2003 году Он подал в отставку Он был на дипломатической службе Подал в отставку В связи с войной в Ираке И С тех пор Где-то тихо Тихо Спокойно живет Я с ним даже списывался Вот И вот он тогда В Армении Глядя на Армянские выборы Которые Устроены были По тому же Примену образцу Что и наши Я знаю Я в курсе Были Были Да Вот Он придумал В 2011 году Придумал Вот такой способ Вычисления Аномалии В голосах За правящего президента Что вот Кривые расходят Тут идут одинаково А тут расходятся Но Армении Страна маленькая Участков мало Статистика слабенькая Маленькая Поэтому Сходятся они Тоже не очень хорошо Но вот тем не менее Надо отдать должное Что Первым Первым это придумал он Это выяснилось Потом уже задним числом Когда эта статья Нашлась на форуме Мексиканских программистов Которые обсуждали Свои музыканские выборы Так Вот Ну Хорошо Но тем не менее Мы вот уже договорились С того Что вот это вот Расхождение Мы считаем Штабом фальсификации Мы считаем Мольшим Штабом фальсификации В случае Если это чистый вброс То это Как бы сказать Точное число Если это Дополнительный переброс То это Некоторые Некоторые Нижняя оценка Нет Она на самом деле Бывает Там довольно Сложная зависимость От того Что Какая у нас Исходная явка И где происходит Этот переброс Если переброс Происходит вот здесь В основном колоколе То он Завышает базу И занижает Оценку фальсификации Да То есть Если здесь переброска То это как-то по-другому Да Ну короче Нет Короче вообще Вообще вопрос О том Как засчитывать Переброшенный голос Не очень понятно Перебросили один голос От партии А к партии Б Ну да Сколько Сколько мы голосов Нафальсифицировали Один или два Скорее два Чем один Ну короче Да Короче Если у нас появляется Помимо вброс Появляется Переброс То эта штука Становится просто Некоторым индексом Ну да Ну понятно Хорошо Давайте считать Что у нас только вбросы Я насколько знаю Вот внутреннюю кухню Вбросы Это действительно Самый частый метод Все равно Ну да Значит Итак Ну да Ну и понятно Что вообще О чем мы вообще говорим Мы объявляем Некоторую часть данных валидная А некоторую часть Невалидная Да Правильно И это такая стандартная То что называется Рабасной статистикой Если мы объявляем Какую-то часть Аутлайерами Выбросами Да Понятно То мы с этими Аутлайерами Соответственно Можем обращаться И вот эта вот Процедура Пририсовывания кривой Это такая Сказать Домодельная Процедура Рабасной статистики Ориентированная Специально на Конкретный вид Искажения Ну да Который состоит в том Что мы добавляем Голоса за Хаворита Да Можно применить Более стандартный способ Это вот просто Как Выделяют там Медиану Рабасной Медиану Вместо Среднего Как более устойчивый Объект Точно так же Можно вот выделить Есть стандартные Методы выделения Наиболее плотного Кластера 50% Да Вот эти Те самые 50% Почему 50% Потому что Если 50% Это тот минимум До которого Эта процедура Заведомо работает Что есть Есть простое большинство Которое определяет Где у нас Где у нас кластер Если взять Кластер Меньшего размера Он может Их может Найти с два Гусев победил По-настоящему 50% Да получается Несмотря на все Приписки Ну выглядит так Что да Да Выглядит так Что да Но это старый Это какой-то старый Старый выбор Да Не важно Не важно Маленькая явка Очень Если мы считаем Что остальное Это перерисовки То это очень Маленькая явка Так Вот Ну вот Соответственно Ну да Это предположение Вот это предположение Да Но бывает Что Самарская Самара-Итальяти Да Самара-Итальяти Вологодская Череповец Вологодь Череповец Да Они могут Расходиться На самом деле Да При синей Фальсификации Сам состоит Из фиксированных Данных Ну понятно Потому что Уже даже Ну как в Воронеже На самом деле Ну да Да Ага Все понятно Да Ну и вот Теперь Раз мы такие индексы Посчитали Можно просто Заглянуть в историю И посмотреть Что там было Вот Это времена Мутные Темные Ну вот это да И вполне полные Ага Но выглядят они так Что комета Ельцинская Завалена вниз На высоких явках А вверх Завалена Зюгановская И это происходит В разных Красных регионах Вот И в этом В этом приближении У Ельцина Скорее минус Чем плюс Ну вот это на самом деле Это как бы Еще больше В пользу того Что они просто Очень умно Все делали Ну Потому что там Реально Ну реально Ну вот так вот Кто говорил Там ездил Посмотрел там Опросы Просто невероятный Ну я не знаю Я не знаю В данных Этого не видно Короче Ну тут Видно Насколько сложна Было устройство Страны Тут вот Тут отдельно Есть Москва Тут где-то Отдельно Есть кластер Урала Да То есть Естественно Все Занесли Но не больше Да Вот Но при этом Между прочим Явка Между прочим Не размыта Совсем Явка Велика Вот Это кто? Это тоже самое Второй тур И тоже Тут следы Вот этой Сложной структуры Которая На следующих выборах Схлопывается Схлопывается Почти Это кто? Это 2000 год Это первый выбор Это Путин Да И вот Тут вот Интересный момент Пожалуй Если смотреть На вот эти Вот Вот эти Вот Да И еще одна вещь Которая есть Между первым Вторым туром Это у нас Единственные Двухтуровые выборы И мы можем Пытаться строить Модель Второго тура По первому И она выглядит Совершенно логично То есть Результат Ельцина Во втором туре Грубо говоря Равен результату Ельцина В первом туре Множеному на 1,03 По-моему Плюс Плюс Какой-то С каким-то Небольшим Коэффициентом Явлинский Плюс еще Что-то такое То есть То есть Модель выглядит Совершенно естественной Почти во всех регионах Кроме тех регионов Которые срочно Между турами Переобулись И перевязали Шнурки на лету Вот Было несколько Таких Татарстан По-моему Был Дагестан По-моему Был Вот Там Эти данные Второго тура На первый Ложатся Гораздо хуже Как интересно То есть Это на самом деле Отдельно интересный Разговор Что там Можно было бы Моделировать И это еще раз Подрывает Историю Про массовую Фальсификацию Потому что Ну Нужно быть Очень больших Пядей во лбу Чтобы Чтобы все Вот это Вот так Сложить Ну то есть Теоретически Отрицать Опять же Нельзя Поскольку Отрицать Вообще Ничего нельзя Можно только Находить Контрпримеры Да Нет Можно отрицать Ну Если мы Видим Находить Подтверждение Если да Мы видим Такое То мы можем Предположить Что все честно Или что Все очень умно Нечестно Если мы Вот это У нас нет Идеи Что все честно Потому что Невозможно Да Вот Так Вот А тут Интересная Прием Тут наблюдается Интересная Преемственность Да Вот это Первые выборы Путина И тут Маленькая Маленькая Кометка Такая А интересна Она тем Что Тем что Был 52% Чтобы не было Второго тура Это сложный вопрос Потому что Даже если Вычесть Вот этот Избыток Который Да А все равно Больше 50 Ну где-то На самой грани То есть Ну какой-то Говорить о Точном С пределах Точности Метода Нельзя Говорить Там больше Там 50 Или меньше Непонятно Да В этой Историей Тут В 2000 Году Интересно То Что Люди Которые Вот этот Хвостик Происходит Примерно Оттуда Откуда Происходят Странности Из 1996 Года То есть Он немножко Наследует То есть На самом деле Он слишком маленький Чтобы говорить Что он статистически Значим Нет Он в общем Заметный И на мой взгляд Он значимый Тут Как оценивать Статистическую Значимость Я не знаю Но Сказать Что он Сыграл роль В перевале Через 50% Сложно Нельзя Да Он есть Но он есть Так Вот Это 2003 Год Думские выборы Мы видим Как этот Хвостик растет И тут Он хорошо Локализован Опять же И локализован Он в регионах Которые назывались Блок Отечества Вся Россия Это губернаторская Компания Да Из Лужкова Шаймиева Рахимова И кто там Много кого Да Вот И тогда И тут еще Большинство регионов Еще такие Аккуратненькие Бесхвостые Так Да Но зато Есть очень высокие Это сложный вопрос Это какое-то количество Стопроцентных участков Что это на самом деле Возможно Это частично военные Тут надо смотреть Хотя скорее нет Нет Это наверное Кавказская республика Где уже было все Тогда Не все Ну не знаю Сложный вопрос Надо просматривать Кажется Короче Участие ровно на 100% Это немножко другие Чем Участие на 95% Ну понятно Больше вероятности Что там набрано Вот это кстати Вот какая-то Локализованная точка Тут уже кто-то Кто-то уже нашелся Уже что-то такое Локально нарисовал Вот Вот это 2004 год Тут целый Целый фонтан На самом деле Разных новых находок Если Это Путин снова Да Это вторые выборы Да С потешными соперниками Ну не важно Какой-то Харитонов Я даже не помню такого Это такой какой-то Второстепенный Сельскохозяйственный Коммунист Да Малышкин Это типа охранник Зюган Охранник Жириновского Да Ну в общем Не важно Тут важный На мой взгляд С точки зрения статистики Тут важны две вещи Во-первых Вот тут прекрасная Вот такая вертикальная линия Отсечка Ровно на 50% Ааа То есть это не Это не ошибка картины Нет Это ровно так и есть Да Это ровно так и есть У нас количество участков С явкой С явкой 50% И одна десятая Намного больше Чем участка 49,9% Она очень резкая Очень интересно Да Вот Это значит Что явку явно Образом тянули Через 50% Хотя никакой Необходимости законодательной В этом уже не было Ну да И фактически тоже не было Потому что Путин набрал Две трети Да Да Вот А во-вторых Вот эти вот зубчики На красивых процентах Появляются в масштабе Всей страны В первую А начинается история С округлением Это ну история С появлением Круглых результатов Да На мой взгляд Это означает Ну в смысле округление Есть предложение Короче есть предложение Значит наверное Есть спрос То есть кто-то Нет Просто начинается Выстраивание вертикали При которой У локального губернатора Шансы остаться Повышаются Ну и вообще Его как бы Все эти самые Его все плюшки Повышаются При повышении Голосования за партию власти Ну например То есть это совершенно Ясный механизм Он просто точно есть Тут интересно Что в общестрановой статистике Видна вот такая штука Которая не видна Ни на каком Например На уровне одного региона Скорее всего Вот чем полезна статистика Большая Чем полезны большие числа Тем что в них Проступают сигналы Которых Которых не видно В малых масштабах А в регионах Не видны такие Ну так Можно Приглядевшись уже Можно в очках Можно разглядеть То есть Но Статистичную значимость Я думаю Что набрать не удастся На уровне В регионах Для таких пиков Вот 12 Вот Что за прикол Что в ту же сторону Торчат эти А потому что Мы же участки Концентрировали Мы же концентрировали На этих явках Все Целый участок Мы же пригнали На явку 85 Весь участок Правильно Со всеми его голосами И с коммунистами И с этими самыми А то есть Это мы не поделали Мы просто Явку Пригнали Мы пригнали сюда Участки На круглые числа Мы их Сгруппировали На Мы Просто интересно Что при этом Возрастают И эти Ну так просто Число участков На явке 80% Больше Чем на явке 79 А все Все Они приехали Сюда с голосами Они сюда Это же количество Голосов Это не проценты Все Ясно Так Вот И вот тут И тут мы начинаем Видеть Кстати Уже Заметную цифру Вот эта вот площадь Становится Равно 8 миллионов голосов О процентах Вот Сколько было бы Ну немного Если было бы То есть Вместо 71 За Путина Было бы Например 60 Да Нет Было бы 65 68 То есть Это вообще Не очень Это не очень Много Не сильно Влияет Это совсем Немного Никакой Никакого Вот в этом смысле Никакой значимости Для победы Это не имело Только для Да Да Это вот Довольно Интересное Соображение Что пока У них И так Все нормально То есть Это как бы Вот Гораздо Действительно Гораздо Значительнее Была идея Немандатников Да Чем все остальное Да Так 12 миллионов Вот Это Выборы В Думу Это была Существенная И тут вот Появляется Вот этот Кавказский Кластер Да В частности Появляется Кавказский Кластер Появляются Вот эти Это очень Ну Так как Я по Кавказу По всему Поездил Я знаю Все изнутри Это Ну как бы Там просто Ну Грубо говоря Там Не происходит Голосование Ну да Просто Ну да Вот Тоже Тоже Пила Да Угу Вот И тут Интересны Вот две вещи На мой взгляд Во-первых Это эти 12 миллионов Голосов Это Конституционное Большинство Да Ааа Вот тут Единая Россия Переплыла Через Конституционное Большинство Да В этот момент Да В этот Этим Способом Да Ааа Все Понял Это Да Это Влияет Да И второе Что происходит Интересное У нас Вот Вот Это Вот Средний Результат У нас Отмечен Кристиком Он Начинает Потихонечку Выезжать Из Так Восьмой Год 14 Это Да Это Такой Немножко Потешные Были Выборы Да В этом Смысле В смысле Статистики Смеялась Вся Европа Дивилась Наверное Да Потому что Тут Во-первых Дорисовали Кучу Вот этого Вот Столбиков Тут Прямо Сеточка Видна А Вон Сетка На Одних Выборах Сетка Видна Не на Всех В сумме А на Одних Она И на Других Это было Ни к чему Не нужно Потому что Медведя Его бы И так Выбрали Вот Было Выбрали С результатом 60 65 63 Что Такое Нет Если 14 Миллионов Из 110 Да Нет Нет 14 Миллионов Из Семь Сколько Процентов Да Было Было Ну То То Есть Никакого Выдающегося Эффекта В этом Смысле Тут Как раз Не Было Исключаем Вот Я понял Пересчитывается На Семь Потом Так 14 Миллионов То же самое Дум Да 11 Год Да Но Тут Тоже Конституционное Да Стало Нет Тут Простое Большинство Было Вытянуто Вот 49 49 7 Процентов Было С Больше Половины Да Ясно Тонкости Подсчет Мандатов Вот Тут Важно Что Это Все Происходило При Очень Низкой Реальной Поддержке То Есть Вот Здесь Это Уже Было Правило Монатников Нет Еще Не Было Еще Не Было Нет Они С Трудом Вычислили Здесь И Поняли Что Теперь Без Каких То Еще Не И Что Да Не И И Что Структуры Видны На Отдельных На Отдельных На Отдельных Да Процентиках Да Вот Двенадцатый Год Тут Немножко Убавили Того Самого Пылу Во Ясно Ну Потому Что И так Большая Поддержка И так Большая Поддержка Да Но Кстати Вот Опять Да Вот Опять Да Вот Тут Впервые Наш Средний Предположительный Средний 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 Избиратель Попал Куда Никуда То есть Нет таких Так Здесь Вот Так Да Вот Ну Тоже Есть Вся 10 То есть 63 Вместо 58 58 За Путина Ну Да Ну То есть Тоже В общем Ничего Да Вот 16 Это Как Раз Опять Это Пропорциональная Часть То есть Соответственно Вот Тут У нас Появляются На Мандатнике Тут У нас Изменились Сроки Ну То есть Все Что Да Да Вот И тут Да Ну Тут Тоже Такая Сетка 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 Кластеры Да Какие-то Локальные Инициативы Видны Да Кавказский Класс 95 Не взять Кавказский Тот и Кемеров Старается Тот и Кемеров Старается Да Тут Много Кто Работает Так И Вот И Наконец А нет Еще не Наконец Еще 18 Год Все Тоже Примерно Самое Тут Тоже Убавляем Немножечко На президентских Выборах Вообще Немножко Меньше Рисуют Ну Да Обычно Несходимости Нету Особой Восьмого Года Чисто 76 Процент Да 2020 Да Тут Какая-то Тут Это Исключительная Такая Ситуация Да Потому Что Как кто-то Правильно Сказал Это Как выйти Выйти На Футбольное Поле И Лупить Мячи В одни Ворота В пустые Ворота Потому Что Нет Соперника Нет За Или Против Нету Нету Сторонника Против Нету Такого Кандидата Который Посадил Наблюдатель За Против Например Тут Нет Нет Кандидатов Если На Выборах Есть Хотя Да Я Понял Я Понял Непонятно Кто Да Кто Будет Представлять Партию Тех Кто Не Хотели Менять Конституцию Да Ну Да Ну Кроме того Я помню Ситуацию Все Значит По Косвенным Коронавирусным Данным Ни фига Никто Не ходил Не было Ни всплеска Ничего Ну Не факт На самом деле Я не знаю Вот Ну Хотя Там Было Электронное Голосование Электронного Было Довольно Немного Кстати Да То есть Биллион Голосов В Москве И 200 тысяч Нижегородской Области Причем Нижегородская Область В Москве Она была На верхней грани Вот этого Кластера А Нижегородская На самой Нижней А электрон Это Честно Что считалось Такое ощущение Что Нет Такое ощущение Что В Москве Известно Что гнали Бюджетников Ну А потом Считали Честно Ну Возможно С учетом Возможно Того Что за Некоторых Бюджетников Голосовало Начальство По их Креденшал По учетным Данным А в Нижегородской Похоже Что пришли Такие Молодежь Какая-то И проголосовала В нижнем Процентиле В нижнем Процентиле Да Их там Не очень Много Было Вот Там не было Админресурса Вот Ну тут Тут вся краса Пилообразная Все Результат 78 Вместо Видимо 65 Ну да Ну то есть Все равно Было большинство Никакого Выдающегося Тут можно Всякие Политологические Догадки Строить Почему так Ну Я честно Признаюсь Что я был За Сигналить Большинство Ну хорошо Понятно Да Но зачем Тащить К 78 Ну да Это такая Вообще Общая Общая Какая-то Мысль Что Нынешняя Власть Пытается Представить Максимальную Консолидацию Вокруг нее Независимо От того Что у нее Нет никаких Проблем С удержанием Ну да Но как бы Да Это просто Психологическое Желание Я думаю Ну да И вот это Вот Наш 21 год Вот эти Наши 14 миллионов Лишних голосов Которых От 28 Тут Красивая Цифра Сложилась Количество Грубо говоря Если вот это Все считать Вбросом Что конечно Неправильно Потому что Вброс Одним Вбросом Вот сюда Не попасть Здесь конечно Чтобы попасть сюда Нужно нарисовать Нет Здесь понятно Но тем не менее Вот индекс Сложился так Что вот 14 из 28 Половина Грубо говоря Да Половина Ну вот у меня У нас были 33 и 49 Когда мы Вот писали Да И вроде как Если брать Из фциома А потом Из какой Позиции Мы могли Прийти К вот этому Более штук Костационному Мы решили Обратную задачу Получилось Что только из 49 Вот 33 и 49 Никак не получать Ну это примерно Ну там Плюс-минус Да Да И никакого бы Наверное Конституционного Большинства не было Было бы обычное Большинство Одномандатников Ну с одномандатниками Было бы Прямо конституционное Было бы Думаю что да Треть 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 по Треть по Пропорциональному Списку И И почти все Одномандатники Ну было бы Что-то близкое Не знаю Да Вот Это наша пила Да Это вот Тоже самое Двитрий Кобок Считал по Очень мелкой По мелкому С мелким Бином В одну десятую процента И вот тут видно Что тут торчат Вот такие Огромные Печки Да Вот он придумал В свое время Как промоделировать Эту ситуацию Как промоделировать Невероятность Этих печков Там путем На Монте-Каре Много-много Много-много Таких распределений С такими же Исходными данными Но с биномиальным Ну это вот Трудно Трудно понять Из каких Моделей Исходить Чтобы сказать Какая вероятность То есть Тут вот уже Скорее просто Надо наблюдать Глазами А сделать вывод Какой-то Нет Модель как раз Модель как раз Если взять Биномиальный разброс За минимальный Да Вот размер пилы Наш 21 год Отличается тем Что в нем Эта вот Эффициентозубчатость Вот эта вот Да Вот эта Она меньше Чем во всех Предыдущие годы Она скатилась на уровень Вот По подсчетам По кобыкским подсчетам Куда На уровень Почти 2004 года Чуть больше Вот такой Загадочный Да Вот возможно Это связано с тем Что люди Поскольку у нас Трехдневное голосование Не было никакой горячки Не рисовали А теперь просто Немножко региональной культуры Да Полезно посмотреть Что бывает Архангельск Архангельск Никаких хвостов нет Ничего нет Все похоже На Все Все Побычно Либо на Гениального Математика Вряд ли Вряд ли Нет Просто Локальная Владимирская область Тот самый Которая Светерным Губернатором Была До последнего Времени Тоже практически Ничего Вот тут Какой-то Немножко Такой Что-то Такое Странное Светловская Область Традиционный Оплот Честного Подсчета Ну Тут тоже Пилы Ну Это не пилы Это скорее Флуктуации Белгород Белгород Скорее всего Это Белгород И Железногорск Возможно А все остальное Подожди Стоп Железногорск Нет Железногорск Это Курская Нет Их два Ну короче Это скорее всего Белгород А все остальное Это По области Это такая С шестнадцатого Года была Тенденция Что Областные Центры Более-менее Прилич Да Здесь Много Сельского Населения Саратов Саратовская Область Это наш Такой Да Волгоградская Область Вообще Непонятно То есть С одной Стороны Есть признаки Того Что Тут Тоже Кто-то Голосовал С явкой С Явкой С Вот здесь Уже непонятно Что Считать ли это Фальсификатом Потому что Нет ли такого Что они тут Все прям Ходят Голосуют И вот их А здесь Какая-то Здесь я бы сказал Что я вообще Не знаю Как это Интерпретировать Но я бы То есть Опираясь На Как сказать На Привис На Прайер Нолич Я бы сказал Что это Все-таки На предыдущие Знания Я бы сказал Что это Все-таки Нарисованное Я бы поехал И спрашивал Потому что Или надо Просто Съесть Или надо Просто Сесть Сесть С бумажкой Нет И посмотреть Например Кто Кто Вот это Кто Тут И кто Тут И В общем Здесь я бы Вообще Оставил Это вопрос Какой-то Такой Очень Интересный Ну Хорошо То же самое Про Кузбасс Очень смешная История В этот раз Не выгорела А в 16 Году В 2016 На всей территории Кузбасса В день Выборов Это был Сентябрь Стояла Теплая Летняя Ясная Погода Слава Богу У нас есть Метеоархив Я просто Заглянул В метеоархив Так Вот на всем На всей территории Кузбасса От севера До юга Стояла Погода С температурой Там по-моему От 23 до 27 градусов Так Ясно Солнеч на воскресенье И на многих участках Была стопроцентная явка Вот я представляю себе Кемеровских шахтеров А я понял Да Пришли со смены Ну да То есть здесь Да Здесь мы Ну опять же Видимо один визит В Кемеровскую область Сразу же это Должен подтвердить Гипотезу Но вот А приори Даже Представь себе Что я упал с луны Я вообще не обязан Ничего понимать На самом деле У нас есть Про Кемеровскую область У нас есть Есть наблюдатели Которые просто ходят На участки И видят там вот это Вот это А понятно А не вот это Все Здесь есть инсайт Да То есть Здесь есть инсайт То есть И как бы сказать Существование вот таких Подтверждается с трудом А вот существование таких Подтверждается По ходам по участкам По ходам по участкам Здесь на самом деле Надо добавлять Вот в этих картинках Надо добавлять Все равно Некоторых наблюдателей Которые ходят И смотрят явку Ну конечно Нет Конечно Мы конечно Вот глядя просто Если бы у нас была Вот одна Вот эта картинка Да Мы бы ничего Не могли понять Кроме того Что здесь кажется Нарисовано Потому что Слишком тонкие детали Да 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 Вот А дальше Это регион Который Ну он Грубо говоря Он совершенно Не остыл От русской весны Вот Вот Как бы Есть ощущение Такое Что нас спасли И Чтобы Не предлагали Вот эти все Какие-то непонятные Бузятеры Которые приходят Мы будем голосовать За надежную Ту власть Которая нас Тогда спасла От войны На самом деле Я с этим столкнулся Хотя я Собрал 6% Тех Кому Образовательная повестка Важна И кто понимает Что образовательная повестка Это не Ну видимо В ближайшее время Не К единой России Хотя конечно Не знаю Как повернется Мы теперь будем работать В тех условиях Которые есть Раз у него Конституционное большинство Мы на них будем давить Чтобы они хорошие законы Принимали То есть Это будем понимать Вот Но на тот момент Как бы Это была не та публика Которая ждала Образовательных изменений Кто за единую Россию голосовал Но тем не менее Как бы сказать Севастополь И в 11-м году Не проявлял В 16-м году Не проявлял О, это особенная была история Не проявлял Такой лояльности Как какую проявляла Какой-нибудь Кемеров Да И вот она Республика Дагестан Ну Как бы сказать Я бы не сказал Что Ставропольский край Сильно уступает По Ну в общем Да Дальше как бы Есть целый ряд Регионов Где есть Представление О том Что выбор Это вообще Как бы некая пляска Пока не приедут Пока кто-то случайно Не дает А если кто-то доедет Да То если его вдруг Вдруг пустят Такое было В 18-м году А в Чечне Пустили Наблюдатели Да Он сказал Что пофигу От Собчак От Собчак Приехали Да И увидели Наблюли Там обычный Да Среднероссийский Красный регион Такой Вот Так А вот Ну чтобы не говорить Что все республики Вот так вот устроены Вот например Калмыкия В этом году Проявилась В общем Вполне Обыкновенной Обыкновенной Себе республикой Такой Красно-зеленый Красно-зеленый Да Причем красный Вот Там говорят Какие-то Внутренние Конфликты Вот Коми Республика Которую Да Красно-зеленый Локомотив Который Было На самом деле Произошло То что Нигде не Произошло Нет Произошло Произошло Это как раз Не самое интересное В Коми Просто в свое время Посадили Губернатора Гайзера И вместе с ним Посадили Председателя Избирательной Комиссии Там резко Улучшилось Резко уменьшилось Пост На выборах После этого Это печальная История Но бывает Приморский А вот в Приморском Крае Откровенно Выигрывает КПРФ Например Да Но Проигрывает За счет Вот этого Мы знаем Мы знаем Эту историю Мы знаем Изнутри Вот Ульяновская Область Самый Красный Регион России И что И даже Признали И проигрался Нет Кажется Все равно Проиграл Я не считал Отдельный результат По Ульяновской области Но Да Это конечно Мариел Это центральный Красный пояс Чистого вида Вот он Вот Севастополь Да Вот Севастополь Да Все Все Выглядит А военный кластер Там очень много Военных Нет Стоп В Севастополе Было еще Электронное голосование А это электронное Это электронное Да Это электронное Нет Как электронное Оно разве здесь есть На явке 90% Да Это же уики Разве нет Нет Тут вот огромные точки Крупные Вот они стоят А Электронное Нанесено Нанесено Но нанесено Вот оно Вот это единый А как узнать Что такое явка При электронном голосовании Ну вообще-то говоря Явка по электронному голосованию Формально определяется Как число Проголосовавших Поделить на число Записавшихся А Ну тогда она Ни о чем не свидетельствует Понятно что она Ни о чем не говорит Да А вот тем не менее Мы можем скорее смотреть На уровень Да И вот Значит Мы Да Мы видим Ну чуть повыше Она Ну ладно Про электронное голосование Отдельная песня Потому что в общем Люди которые голосуют Электронно Не очень понятно Что они себе думают Да Голосуют ли это они Лично И вообще Да Тут просто Просто Это отдельный разговор Да Да Ну да Севастополь Да Все понятно Вот такой Вот такой устроен Севастополь Ну и немножко По округам Тут просто интересно Посмотреть О Миша Богданов Кто кого Кто кого Заборол Да Вот тут Например Вот например Вот тут явно Вишневский выигрывал Эти выборы Но Но вот он Он их проиграл Тут красные Цвета Это просто Зеленый Это первый Кандидат Итоговый Красный Это второй Кандидат На партийную Примодленность Не обозначают Понятно Понятно Да Вот Алтай Тоже явно Выигрывал Выигрывал Второй Кандидат КПРФ Добровольный Настолько Добровольный Это сделать Что возникают Очень нехорошие Мысли Ну вот Новосибирск Новосибирске Явно Явно Выигрывал Кандидат КПРФ Ну ладно Вот это все Дальше Вот Картиночка Если говорить Как с пилой Чурова Можно справиться Есть такая Статья Которая В которой Заключает В коридор Считается Коридор По методу Монте-Карлос В предположении Бинамиального Разброса И можно Посмотреть Насколько Эти пики Торчат Из этого Коридора И тогда Можно Посчитать Невероятность Этих пиков Да Сказать Что они Последние Да А вот Вот такая Хорошая Есть Хорошая Хорошая Штука Если посмотреть На последние Цифры чисел Не на первые Которые Закон Бенфорда Проклят Несчастный Дохлый Да А на последние То вот выяснится Что числа Протоколов Как-то Сильно Чаще Кончаются На ноль Чем На А из-за первых Это логарифм Да Вот эта Вот идея Нет Тут просто Они почти Равно Распределены Должны быть А нулей У нас Слишком Много Протоколов В последних Цифрах И это Неправильно Вот Это Очень смешная История Про то Как рисовали Люди Рисовали Цифры Под копирку Но в одном Месте Ошиблись Перепутали Партии Такое Бывает Кстати Такое Было Такое Было По-моему На этом Голосовании По-моему В Уфе Тоже Рисовали Цифры И в одном Месте Перепутали Кому Нарисовать Ну в общем Это примерно Все Да Это вот Просто Если взять Участки И нарисовать Результат Или явку По административному Номеру Получаются Такие Смешные Картинки Вот это В Татарстане Так выглядит Это вот Ровно С серым Просто участки А зеленым Участки С наблюдателями Да А это Явка Или это Я не помню Это что Это у нас А нет Это результат Единой России Это 16-й год Поскольку я понимаю Вот это просто Как можно Красиво Какая красивая Статистическая Картинка Просто И тут Хорошо бывает Видно Как они От района К району Перескакивают Эти вот Задания Задания Твердые Голосов По явке На французских Выборах Там много Много 15 выборов По-моему Разных От президентских До Европарламента То есть Самыми разными Явками И показали Что там Практически Один параметр Который Все эти Кайвы Переводят Одну В другую В другую То есть Это Фактически Однопараметрическое Семейство То есть Если правильно Перетянуть Явку То Если явку Подставить Там Тететет На единиц Минус Тету Остается Только Сдвиг Да Классно Очень Интересно О Рома Снакомый Ну это да, про электроны Ну что тут говорить Ну как бы что называется, все понятно Там интересно Ну работа была очень хорошая Ну что же, Сергей Прямо супер Ну все, мы дождались У нас наконец статистика выборов Мы не знаем, насколько это было Полезно, но спасибо Не-не, там столько было желающих То есть мы как бы Еще на предыдущих выборах уже кто-то Приглашал, ну хотел, чтобы я позвал вас Так что, вот Спасибо огромное, удачи во всем Спасибо, и вам удачи Маткуль, привет, друзья Спасибо